Эмикс спиноза Сорное растение для посевов пшеницы и других сельскохозяйственных культур Вид включен в перечень карантинных объектов США и Узбекистана Всероссийским центром карантина растений проведен анализ фитосанитарных рисков данного организма Который показал, что данный организм является опасным для территории Российской Федерации И данный вид предложен для включения в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза Родиной вида Эмикс спиноза считаются острова Средиземного моря Сорняк распространен в 30 странах мира, где встречается в местах произрастания зерновых культур В некоторых странах, например, Кении, Эмикс колючий – обычное сорное растение На Гавайских островах проявляет себя как злостный сорняк в посевах пшеницы Эмикс спиноза засоряет посевы сельскохозяйственных культур Конкурирует с ними за минеральные вещества и влагу Тем самым угнетает культурные растения и снижает их урожайность Как правило, сорные растения, которые переникают на новые территории, они активно акклиматизируются И начинают активно разрастаться, занимая новые территории Это растение гораздо массивнее, чем посевы пшеницы И при этом растения пшеницы угнетаются, уменьшается количество образующегося в полосе зерна Из-за быстрого роста и образования большой массы сорняк затрудняет уборку урожая, засоряет его своими семенами Сорное растение имеет острые шипы плодов, поэтому может стать причиной травм у людей и животных Эмикс спиноза – однолетнее травянистое растение Высотой от 30 до 80 см Взрослое растение имеет длинный и толстый корень Стебли восходящие или прямостоячие, разветвленные, часто красноватые в основании Семидольные листья линейные, на концах заостренные Последующие листья от 3 до 13 см длиной Голые, от яйцевидных до продолговато-овальных или треугольных с усеченным треугольным основанием На вершине тупые или заостренные Черешок от 2 до 29 см длиной, голый Цветки собраны в метельчатом соцветии У этого растения имеется два типа цветков Это мужские и женские Цельчиночные цветки в количестве от 1 до 8 на одном растении Листочки околоцветника от узкопродолговатых до продолговатых Пестичные цветки сидячие в пазухах листьев и в количестве от 2 до 7 После прорастания семян в почве первые цветки образовываются в течение 4 недель А первые плоды и семена уже в течение 6 недель Плод сухой, односемянный, сплотно прилегающий к нему околоплодникам Плоды при созревании имеют 3 острых шипа Это видоизменение околоцветника Семена от 4 до 5 мм длиной и 2-3 мм шириной Имеют блестящую поверхность Одно растение, эмикс спиноза, может образовывать 1100 семян Первые семена подают в почву Происходит их накопление в почвенном банке семян Который сохраняется в течение многих лет После вновь происходит формирование новых цветков И плоды, и семена этого урожая Разносятся по поверхности почвы на дальние расстояния Вид эмикс спиноза произрастает на полях, огородах Вдоль железных и автомобильных дорог Одинаково успешно в сильно засушливых и переувлажненных местах Выявление и идентификация эмикса колючего Проводится по внешним морфологическим признакам строения Стеблей, листьев, цветков, плодов и семян растения Для борьбы с эмикс спиноза применяются методы раннего высева зерновых культур И раннюю высадку рассады овощей Поскольку семена эмикса колючего долгое время могут оставаться жизнеспособными в почвенном банке семян То применение гербицидов должно производиться несколько лет подряд до начала цветения растений В качестве биологических агентов защиты от сорняка на Гавайских островах использовали долгоносика Перапион антикум